Добрый вечер, дорогие подписчики проекта Матушка Онлайн. С вами, как всегда, яко, вниз о обнажениях грядет в полуночь, отец Владислав. Ждали все Матушку Елену, ну, как всегда, не сложилось, поэтому буду с вами я. Но я буду с вами не один, а с известнейшей исполнительницей авторской православной церкви, песни Светланой Копыловой. Знаете такую? Пишите, знаете или не знаете? Может быть, знаете. Здравствуйте всем, кто меня давно знает и только кто присоединился с нами. Сейчас мы ждем, она сейчас к нам присоединится, а пока она к нам не присоединяется, я расскажу несколько слов о ней. Кроме того, что она на сегодняшний день самая популярная исполнительница православных песен, она киноактриса, лауреат международных конкурсов и фестивалей, член Союза кинематографистов России. Хочется дальше добавить, там, комсомолка, умница, красавица, просто прекрасный человек. Родилась в Иркутске, окончила Щукинское театральное училище в Москве, снялась в десятках фильмов и сериалов. Особую известность Светлане Копыловой принес фильм «Меня зовут Орликина» в 1988 году. Снялась после этого десятка фильмов и сериалов. Автор музыки и стихов для известных исполнителей. Ее песни исполняли Кристина Арбаккайте, Вячеслав Малежик, Игорь Саруханов, Валентина Толкунова и многие другие. С 2006 года Светлана начала исполнять песни духовного содержания. Ее регулярно зовут с концертами, как все страны нашей необъятной вселенной. Не побоюсь сказать этого слова. Россия, Украина, Германия, США, Аргентина, Бразилия, Франция и многие другие страны. Награждена орденом Святой Анастасии Киевской, медалью Святой Великомученицы Варвары, медалью за веру и отечество. Ждем, пока она к нам сейчас присоединится. Пишитесь и вопросы сюда. Думаю, вопросов у нас должно быть немало, потому что у нас общий эфир, а не просто интервью. И ждем, пока она у нас появится тут. Так, а не появилось ли уже? Может быть, я уже где-то прозевал? Ау-ау-ау. Давайте позовем, как Снегурочку. Светланочка! Светланочка! Сейчас, думаю, она услышит. А пока еще расскажу, что на сегодняшний день они проживают в Москве, в Стольном Граде. Восстанавливают. Да, что восстанавливают? Восстановила уже практически. Там расписать, по-моему, осталось только. Храм в селе Липовка, Задонского района Липецкой области, в честь преподобного Сергия Радонежского. Замужем, воспитывает сына. Познакомиться с ее творчеством можно на ее официальном сайте. И вообще, вбивайте в Яндекс Светланы Кополова в православном песне. И все. Так, не может к нам присоединиться. Сейчас мы поищем. Так, в эфир с гостем. Так. Сейчас мы ее попросим, постараемся пригласить. А ну-ка. С. В. Светлана Дадаева. Нет, не она. Так, ну, ждем, ждем. Ждем, ждем, ждем. Вот так. Матушка моя не знает. Так, 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 вопросы вижу. А вот, о, как добавится, есть. Так, в эфир с гостем. Щелк. Ждем от вас ответом. Прием, прием. О, кажется, получается. Здравствуйте, дорогая. О, наконец-то. Прямо. Здравствуйте, Ваше благословит. Богословит, на все доброе. Меня зовут отец Владислав. По фамилии Береговой. Живу в славном городе Масальске. Клирик Песочинской епархии. Это на улице. В границах Калужской метрополии находится. Когда-то принимал участие в организации ваших концертов в Киеве. Я прочитала, да. А когда это было? В таком году. Ой, да лет... Сейчас скажу. Так, 4-5... Где-то лет 7 назад, наверное. Вот так. Давненько это было. Ну, да ладно. Не суть это. Главное, что вы с нами. И мы сейчас будем вас терроризировать вопросами. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Да, да, да. Да, ничего. Ну, сам первый вопрос. Вот на ваших концертах всегда много священнослужителей. Нет. Как нет? Я помню по Киеву. А вы знаете, просто вы не видите. Я по Киеву помню. Все же просто приходят в штатском. Борода-то есть. А подрясников нет. На некоторых концертов очень много батюшек. А на некоторых ни одного. И как это объяснить, я не знаю. А из-за величины города, может быть, как-то объясняется, нет? Ну, допустим, позавчера у нас был концерт в Тамбове. Не было ни одного батюшки по понятной причине. Потому что мы как-то не проверили дату концерта. И оказалось, что мы попали как раз на Марии Настояние. Поэтому, конечно, никого не было. Я думаю, и таких ортодоксальных православных христиан тоже было немного. Нет, немного, наверное. Да, да. Тут ничего не скажешь. Промахнулись. Ну, как говорится, не делает ошибок тот, кто ничего не делает. Правильно? Правильно. Я еще люблю шутить. И на Копылуху бывает проруха. Ой, отлично. Ну, раз мы уже заговорили про стихи, то расскажите, как вы познакомились с вашим духовником. Вот, с отцом Артемием. Как вы вообще с ним общаетесь? По телефону, смс-ками, в чате? Вообще общаетесь? В основном, конечно, в WhatsApp. Но если что-то очень важное нужно спросить, я могу написать длинное письмо, написать ему WhatsApp, загляните на почту. И если требует разговора, то мы созваниваемся. Но, конечно, если я в Москве, я все-таки стараюсь живьем выловить его. Чаевничайте, не бойся. Шуточки, прибалуточки, чаевничайте вместе. Или так, или только все строго. Бывает, чаем, а что? Нет, ну бывает. Бывает, он даже и в гости приходит иногда. Замечательно. Я к чему говорю, что мы же как бы здесь в большой компании находимся, что батюшки живые люди, что с ним можно не только благословение взять, но и чайку попить, пообщаться, облабызаться. Приглашаю вас тогда. Да, и мы вас. Массажис, конечно, небольшой, но, может, когда-нибудь в Калужской епархии повидаемся. А нас, кстати, приглашают в Козельск. Это же недалеко там где-то. Нет, от нас совсем близенько. Это прямо наше... Ну, каких-то там около ста. Совсем немного. Совсем немного, конечно. По нашим меркам это... Приехать чайку попить, как нечего делать. Да, да, так что я там тоже. Бывают, так что будем к вам ехать. А вот как вы, все-таки вернусь к отцу Артемию, один из самых популярных вопросов в наших проектах, батюшка онлайн, матушка онлайн, где найти духовника и вообще как это делается? Поделите сами секретом, как вы вышли на отца Владимира. Почему там не на другого Владимира? На отца Артемия, да. Почему не на Владимира, почему на Николая, почему там... Не на секунду какого-нибудь. Почему он? Ну, мне кажется, все-таки... Как-то сердце должно подсказать, мне кажется. Вот мне сердце подсказало, что это он. И я Ниталию, как сегодня ночью по телеканалу Спаса именно об этом рассказывала. Но могу повторить. У меня сын пошел в православный лицей. Я настояла. У меня муж не очень хотел, чтобы он туда шел. Но я настояла, чтобы... А куда муж хотел? Ну, муж боялся каких-то таких радикальных движений с моей стороны. Боялся, что сын станет монахом. Да. И так очень осторожно относился к церкви. Но я все-таки настояла, чтобы сынок пошел в этот лицей. Мне очень хотелось. И, как видно, не зря, потому что именно в лицее батюшка Артемий по средам служил в литургии. Он был духовником этих дел. И у меня появилась возможность, приводя сына в лицей, в следу, оставаться на литургию. Раз осталось, два осталось, третий раз поисповедалось. И удивительно то, что вроде ничего такого про меня не сказал. Потому что я уже была поцерковленная. Но как-то меня пробрало, что даже вот до слез. А потом был такой случай интересный, когда моя добрая знакомая из Мосфильма позвонила вдруг мне и сказала о том, что у меня умирает брат родной, Виктор. И он очень любит батюшку. А я вообще его, честно говоря, не знала, от Сартини. Не видела его ни по телевизору, не слушала радио, не читала книжек. Ну, вообще не знала. Просто увидела его все. А он очень любил слушать Радонеж по вторникам, прямой эфир. И каждый раз с трепетом ждал и слушал. И вот перед смертью у него было такое желание услышать батюшкин голосок. И Лиля, зная, что мой сын ходит в лицей, где батюшка духомик, позвонила мне и говорит, как бы так устроить, чтобы батюшка позвонил бы ей к этому по телефону. То есть он уже буквально не мог двигаться, уже не разговаривал он. Ну, вот каким-то образом он изъявил желание, может, там, муча что-то, да. И у меня был телефон директора в лицее. Я ей позвонила и объяснила ситуацию. Она, конечно, посокрушалась, что батюшка бежит в короле, и вряд ли это получится, потому что тогда только-только входили мобильные телефоны в обиход. И звонить на городской телефон из другого города, ну, это было безумно дорого. И она не знала, сможет ли она вообще до него дозвониться, до батюшкин. Но в результате получилось так, что когда ему сказали, что умирающий Виктор, какой-то незнакомый Виктор, очень хочется услышать его голосок. И он позвонил, он позвонил с мобильника в 11 вечера этому Виктору. И Лиля, когда сняла трубку, она говорит, батюшка, он не может отвечать, но я дам ему трубку, он будет слушать. И батюшка несколько минут его наставлял. И у Виктора лицо светлеело, светлеело, светлеело. И потом он протянул трубку Лиле. И буквально через несколько часов он умер. И умер с таким просветлённым лицом, с улыбкой на лубах. И когда я всё это узнала, когда мне рассказала Лиля, и директор мне это всё подтвердила, я, конечно, совершенно другими глазами на него взглянула. Я поняла вдруг, что человек, который может действительно взять ту единственную овцу себе на плечи, послужить ей, вынести, взять на себя какие-то скорби. Я поняла, что дефицит таких батюшек. И было бы здорово, конечно, если бы он согласился стать моим духовником. Я ему сделала предложение в стихах. Я сейчас, наверное, не буду читать. Но если вы наберёте в Спасе Спас Копылова, то вот вчерашний как раз эфир. Я там это стихотворение читаю. Хорошо. И он, конечно, человек тоже с юмором такой. В следующий раз проходи. Я ему передала записку со стихотворением. И на следующую среду он, проходя мимо меня, опустив глаза, как будто бы меня не видит. Кодил, кодил, кодил. Итак, ну что, милый поэт, заключим с вами соглашение. Что меня плохо видно? А плохо в каком смысле? Или я тёмная? Или я спрятанная? Или что? Нет, вас хорошо видно. Ну, мне хорошо вас видно. Дорогие пользователи, я вас попрошу не лайкать, потому что когда вы лайкаете... А может быть? Так лучше? Так лучше? Ну, может быть. Давайте, да, так лучше. Ну, мне и до этого было видно. Может, думаю, что многим другим было видно тоже. Вас прекрасно видно. Вас прекрасно видно. Отлично. Да, попрошу ещё раз, вот, дорогие пользователи, не лайкайте, потому что у тех, у кого процессор медленный, сильно начинает подвисать эфир. Ну, вообще пишут, что всё хорошо. Я так понимаю, что вы увидели в ОЦА Артемии любовь, правда? Да. Которых хватает на всех. И это меня, конечно, подкупило. Да. Так что вот так, дорогие. Уже лет 12, наверное, мы дружим. Да, да, такая хорошая дружба. Он как-то корректирует ваши песни, говорит, что Светлана, знаешь, тут как-то догматически неверно. Вот, а здесь какое-то нравственное двоемыслие и двухсмыслие. Бывает такое? Или вы абсолютно догматически неверно в своих текстах? Батюшка, у меня критик тут другой есть. Знаете такого? И мандрита Рафаила Карелина, знаете такого? Конечно. Да. Из Грузии. Да, вы с ним общаетесь тесно? Ну, сейчас меньше, но был период, когда тесно общались, переписывались. И я ему присылала тексты, и он какие-то забраковал. Причем забраковал в то время, как отец Артемий не забраковал. Но он строг, он невероятно строг. Читали его письма к интеллигенции? Ну, он строг, конечно. Он так прям вот православие придерживается, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ну, допустим, у меня была тема одна, одна песня, текст, вернее, тему я взяла у православного священника, который рассказывал эту историю. Как же, у кого же я вышибла из памяти? Ну, вот у известного тоже батюшки. Олег Стеняев, все, вспомнил. Да, ну, я подумала, раз он рассказывает эту историю, то ничего страшного. Но когда получились песни, я отправила отцу Рафаилу, он написал мне, ну, причем он обосновал, почему, и я его послушалась. Три текста он мне зарубил. Сколько же ему лет уже? Отцу Рафаилу. Ему уже, по-моему, под 90. Под 90. Да, 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 такой старчик. Да, я с ним виделась, я с ним виделась. Раза три или четыре я с ним виделась. Он приезжал в Москву. Я ездил в аэропорт, провожала, и в гостях мы с ним встречались, в разных домах. И в храм всех святых он приезжал, беседу с отцом Артемием, вот они проводили. Ну, в общем-то, как-то хорошо. Да, у вас прямо такие золотые отцы, я вам скажу. Не то, что позолоченные, да, вот прямо и снаружи, и внутри. Такие настоящие духовные лидеры, как сейчас там принято говорить. Дорогие подписчики, кто никогда не слышал про отца Рафаила Карелина, вы обязательно погуглите, посмотрите его литературу, его книги. У него сайт, кстати, есть, и он отвечает на вопросы. Да, да. А потом вопросы-ответы печатает книги. Да, 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 я когда-то очень так в захлебе его читал. Интересный. Так что по-хорошему можно позавидовать. Думаю, с такими отцами ваши песни приобретают особый вкус, полноту и глубину. И, кстати, вот насчет песен. А как относится ваш муж к вашему творчеству на сегодняшний день? Как он преобразился за эти десятилетия? Я думаю, что да, конечно. Ну, относится с уважением с большим. И оказывает очень большую поддержку мне и моральную, и физическую. Освобождает меня от многих хозяйственных дел, берет на себя очень много. В строительстве храма помогал? Я же понимаю, сейчас уже кажется, роспись уже идет, по-моему. Давал десятину. Давал десятину. Молодец. Так что, дорогие пользователи, давайте десятину на строящиеся храмы. Ну, получится, да? Или все отдавайте. Знаете, тут Ветхозаветный закон говорит, десятину отдавайте. А Новозаветный говорит, все отдавайте. Так что где-то вот посередине и будьте. Ну, вы знаете, мне кажется, что надо все-таки давать, и когда сердце просит, потому что иногда раз прям вот принуждают, выжимают, а не хочется. И чувствуешь себя неловко. А вот когда прям душа горит и хочется отдать, вот мне кажется, вот эта милость не самая главная. Потому что Господь сказал, милости хочу, не жертвы. Да, я помню, как 10 лет назад этот храм выглядел, и как сейчас. Это, конечно, здорово. Весь мир собирал. Здороваются, да. Насчет Ташкента, я не знаю. Насчет Ташкента мы согласие свое дали. Сейчас ждем ответа. Мы готовы приехать на любых условиях. Для меня большая честь получить приглашение от Владыки и Кентия, и мы готовы приехать. Только сейчас вопрос задает, или я одна поеду без гитариста, или с гитаристом. Как уже там? Ой, а как рубить гитариста? Сами будете, что ли? Сами будете гитаристом? Это более примитивно, конечно. Более примитивно. Но все-таки труд должен оплачиваться. Согласен, согласен. А как вы вообще пришли к исполнению православных песен? Никаких других, а именно православных. Вы могли бы любые песни петь с таким же? Ой, почему бы я сейчас с вами спорить, спорить, спорить. Потому что я вот этот церемон православная песня. О, хорошо, давайте. Гнобите меня. Ну как, православная песня? Не знаю. Как православный юрист, православный сантехник, православный... Ну что, православный сантехник может быть, но православной песни нет. Православное песнопение. Православный магазин меня просто раздражает. Как вы сами себя характеризуете и ваше творчество? Как правильно? Я бы нравственным его назвала больше. Нравственным. Потому что песня про кота, ну уж никак не православная. Согласен. Православное песнопение в храме. В храме. Православный сантехник. А про кота, про собаку, я не знаю, про мужчину в галстуке, они, ну, можно их как-то, может быть, даже духовными. Ну, я, знаете как, я стараюсь всё-таки не ставить никаких ярлыков, а просто быть автором-исполнителем. Потому что тем самым я могу привлечь больше людей. Как только пишешь духовное, православное, всё. То есть я сама себе делаю хуже. Потому что это всем, или 90% уже набило такую оскомину. Люди не хотят вот этого. А если просто женщина под гитару поёт, там, песни, притчи, допустим, интересно. Потому что притчи же не только православные бывают. Ну, просто мудрость какая-то в песнях. Это привлекает очень многих. Мне кажется, что не стоит, не стоит всё-таки в какие-то рамки загонять. Православные, там, и так далее. Ну, представьте себе, к нам приезжает дух, к нам приезжает пианист Кришнаит. Здорово звучит, да? Да, звучит хорошо. Я думаю, по названию пойдут обязательно. Будет играть Кришнаитские композиции. Да, да, да. Скучно. По окончании концерта всем гарантировано уничтожение в небытии. Да. Выход из колеса санкары. Нирвана гарантирована. Да, да, интересно. А где вы черпаете, 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 копаете вдохновение? Вот, идеи, точнее, вот, идеи песен, идеи текстов, там, притчи, какие-то сборники притчи, смотрите из жизни, вот, из жизни, что-то. Идеи я не скрываю, я в основном где-то именно черпаю. Потому что самой ума не хватает что-то такое интересное выдумать. Ну, вот, ума хватило на подруг, пожалуй, на песню-записка. Да, ну, какие-то еще есть, но в основном все-таки, пусть я их переделаю, не знамо как, до неузнаваемости, но именно саму сюжетную канву, именно саму идею я, конечно, где-то черпаю из каких-то источников. Или это интернет, или, бывает, люди мне присылают что-нибудь интересное такое. Некоторые я, вот, допустим, буддийские какие-нибудь притчи переделываю на православный, так сказать, лад. Да, да. В принципе, нравственное учение у всех религий одинаковое. Да, конечно. Везде же говорится, не делай другим того, чего не желаешь себе. Вот, и наоборот. Вот здесь спрашивают про батюшку отца Владимира Головина. Вы знаете, я, честно говоря, пару раз пыталась его слушать, но как-то вот он не мой. Вот он у меня не идет. У меня идет Ткачев, у меня идет Смирнов, у меня идет Владимиров. Владимиров, я люблю очень профессора Осипова. Вот это как бы мой ряд. Головин не пошел, не мое, не знаю почему. Про нападки я не знаю, какие нападки, то, что там какие-то деньги где-то собираются. Я, честно говоря, даже в это не вникала. Догматического характера больше. Дело не в деньгах, дело как раз в качестве проповеди. Ну и там другие нюансы. Ну да ладно, в общем-то, знаете, я даже лучше от этого вопроса идти подальше, потому что начинается потом ненужный холивар, как говорят в сети, и начинается разделение на Павловых. И каждый выбирает то, что ему близко. Вот мне близки вышеперечисленные священники, и я вот обхожусь. Вот идеальный вкус, я вам скажу, в этом отношении. Да, вот меня только даже немножко так удивило. Вот в одной корзинке и Алексей Осипов, и Рафаил Карелин. Вот, а Рафаил так вот любит пройтись по Алексею Ильичу своим ёмким словом. Но, знаете, я как раз-то читаю одного и другого. Я не лезу в это. Присуществление или притворение, я в это не лезу. Мне всё равно. Мне это всё равно. Пусть они там сами между собой выясняют отношения. Я одного люблю, другого люблю, а когда начинают какие-то там перетирать между собой, тонкости явцев тоже. А кто из святых тоже? Оба святые и что-то же не исходились. Апостол Пётр говорит, что у апостола Павла в его писаниях есть много неудобов разумительного. Потом началось первое церковь разделение. Одни говорили ему Павловы, а мы Аполосовы. Между собой тоже начинались разделения. И молчу про Нила Сорского, Иосифлян, ну и так далее. Постоянно, постоянно. Так что всё нормально. Всё нормально, братья и сестры. Как и говорила... Будем брать хорошее. У всех будем брать хорошее. То, что нам полезно для души. А остальное, какие-то спорные вопросы можно оставить за кадром. Правда же? Да. Блажен Августин чётко сформулировал, как необходимо относиться ко всему тому, что происходит в церковной жизни. В главном единство, в мелочах разнообразие и во всём любовь. Где есть любовь, там и Христос. А в мелочах, ну, с кем не бывает какие-то сложности. Ну, давайте вернёмся всё-таки к вам. Не такой уж частый гость. Любимый драгоценный. А почему я не могла присоединиться? Я не знаю. Может быть, сначала я должен был вызвать вам, дать запрос. Но тут по-разному бывает. Иногда ты сам просишь присоединиться. Там есть такой логотипчик двух совмещенных мордашек. Ну, неважно. Не нашла как-нибудь. Объединились, и слава богу. Я вам запрос выслал и вас обрёл. Скажите, пожалуйста, у вас-то есть любимая песня, которая вот прям вот от сердца идёт и вас вдохновляет, и чувствуется попадание там в яблочко. И воспринимает ли также её слушатели? Так, как вы. Их много на самом деле. Есть, конечно, которые действительно чаще заказывают. Есть, ну, такие откровенные хиты. Но я больше люблю песни, ну, более новые, которые я ещё не успела особо. Которые не надолели ещё. Вот. Но вообще, конечно, песни всё равно, они как дети. И когда мне задают такой вопрос, я всегда спрашиваю, сколько у вас детей? Можешь, сколько у вас детей? Да. Ну, сколько? А, у меня трое. Ну? У меня трое. Ну, какой у вас больше вдохновляет? Меня? Старший. А потом, знаете, еще в чем парадокс и, может быть, феномен? В том, что подчас приходит ворох записок и редко-редко, когда одинаковые просьбы. Ага. Ты как хочешь, так крутись. Когда одинаковые, они тут же исполнены. Это для меня проще. А иногда такие найдут, которые я даже и уже слова забыла. То есть у каждого какая-то своя песня есть любимая. А вот если забыли слова, как вы выкручиваетесь? Или не бывает такого? Из зала. А бывало такого, что вот прям я в человеке не нашла? Я в человеке. Это говорит о том, что нет фонограммы. Что говорит о качестве концерта. А знаете, как Валентина Толкунова говорила мне? Света, они так любят, когда ты ошибаешься. Ты становишься для них ниже и родней. И, кстати, вчера вспомнилась в 8 лет, как ее нет с нами. 8 лет. Я живу в городочке, где жила Надежда Смирнова. Тоже вот ваша приятельница. Да вы что? Да, да, да. Мне так жалко, я молюсь о ее поколении. А не, а Витя, мужа ее. Но она просто не принесла его смерти. Да, 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 не пережила. Она такая талантливая. Друзья мои, кто читал? Я читал Надежду Смирнову, ее замечательные рассказы, книги. У меня мама с папой просто вот ее, мама перечитывает по нескольку раз, и каждый раз плачет. В Срединском монастыре есть ее книги. Если кто в Москве живет и заинтересуется творчеством этой писательницы, может зайти и купить. И умерла в нищете. Как у нас в России бывает, талантливые люди умирают в нищете. Ну, есть такое. Да, помогали всем все приходы. У нас три храма в нашей городочке, можно сказать. И так, да, все помогали потихонечку. Но она не сдавалась. Вот смерть мужа, конечно, и подкосила сильно. Смерть мужа, она прям так горевала. Ну, покой, Господи, от всех. А как вы познакомились с Валентиной Толкуновой? Давайте уже раз уж они зашли. Вы же с ней близко дружили. Она была верующим человеком или нет? Она была верующим человеком, да. Мы сняли фильм «Мои воспоминания. Любовь побеждает смерть». Называется фильм. Его можно найти в интернете. Часовой. Я, кстати, у себя выложила сейчас и вчера, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Можно посмотреть там. Да, дорогие друзья, запомните, что у Светланы Кополовой есть свой сайт, есть на Ютубе множество видео, песен. Я вот такой маленький опрос провел сегодня. Не все оказываются знакомы с вашим творчеством. Но кто в течение дня ознакомился, там из моих подписчиков, из подписчиков проекта «Матшка онлайн», были удивлены, поражены, и до вечера слушали ваши песни. Так что вот вы всегда попадаете в точку. Вот нет людей, которым бы ваше творчество не нравилось. А если есть, то они просто с ней незнакомы. Есть. Есть. А что ж это за люди такие? Расскажите, где вы их откопали. А не я откопала. Просто мне рассказывают о том, что некоторые мои ярые почитатели так проверяют круг общения. Если кто-то не любит Кополова, они с ними перестают общаться. А, вот так, да. Потому что они разные волны. Есть все, кто Светланы Кополовой. Расскажите, как зарегистрироваться. Да, да, да. Надо в Инстаграме отдельную страничку завести. Да, да. Ладно, ладно. Вот, возвращаясь к Толкуновой, она услышала в машине, ей поставили мои песни. И она тоже, ну, как, собственно, и многие прониклась, и из машины выходить не хотела, и сидела, плакала. И сказала, я очень хочу познакомиться с этим человеком. Вот. И в результате ей дали мой номер телефона, она мне позвонила. Звонила, пригласила прийти к ней домой. Я пришла, мы познакомились, пообщались. И вот два года общались. Не скажу, что наши встречи были очень частыми, но они, конечно, были запоминающимися, и я об этом рассказала как раз в этом фильме. Сидя у камина. И в этом фильме можно увидеть и услышать, как она поет мои песни. Пять песен она исполнила. И уникальные, конечно, кадры. Я ее снимала и дома у нее, и на репетициях, и рассказывая о наших поездках, и о каких-то смешных и забавных случаях. Ну, в общем, кто любит творчество Толкуновой, я думаю, почерпнет очень много интересного из этого ритма. «Любовь побеждает смерть» называется. Славно, славно. А может быть, вы знаете, у нас уже заговорили о религиозной составляющей ваших песен, духовной. Кто-то пришел к вере, благодаря прослушиванию ваших песен. Кто-то просто в наушниках в метро слушал, задумался о смысле, задумался о Боге, задумался о религии, о православии. Есть обратный контакт? Таких случаев очень много. Благодарят вас? Ну, они благодарят, но я всегда говорю о том, что это не я, не песни, это Господь принял посредством этих песен. И я сама подчас удивляюсь, потому что я совершенно не соответствую этим песням. То есть я вот являюсь проводником и все, а на самом деле я, передиска, нехороший человек. Ну, сосуд, в котором несет чистую воду. Неважно, какой он сосуд, может быть пластмасса из дерева. Главное, что он не дырявый, главное, что он не грязный, и что в нем можно нести сосуд, чистую воду, которая удаляет духовную жажду. У меня был такой случай, вот в самом начале, я даже могу конкретно рассказать, это было в Твери. Я еще без гитариста тогда выступала, просто вот одна играла на гитаре, и один человек дождался, пока все-все-все взяли автограф, и мы с ним остались вдвоем, и он подошел и сказал, что он оказался совершенно случайно на этом концерте. И сказал, вообще-то я неверующий. И вдруг как будто споткнулся свои слова, и так подбородок задрожал, и говорит, был. Это, наверное, невероятное переживание у него и у вас, видеть рождение человека во Христе, быть соучастником встречи человека с Богом. Все эти льсеют? Я стараюсь это никак себе не приписывать, по крайней мере, стараюсь. Ну, с вашими духовными отцами, думаю, вам загордиться не получается. Они же вам говорят иногда... Знаете, у духовных отцов такие бывают иногда, чада. Ужас. Вы знаете, есть же у всех духовных отцов три градации духовных чад. Так, сначала чада, потом чадушка, а потом из чадии. Здорово. Вы на какой степени сейчас находитесь? Первый раз так послушаю. Да, да, да. Всякое бывает. Так, дорогие пользователи, куда же все пропали? Прекратились все комментарии куда-то все? Я так понимаю, что... А вообще, а может мы с вами вдвоем сидим? Никого нет? Нет, у нас есть сейчас 192 слушателя. Вот, а в конечном итоге будет где-то приблизительно раз в 20 больше. Обычно так увеличивается эфир в течение суток. Ну, вот они ставят сердечки. Вот сердечки есть. И комментарии куда-то подевались. Ну, ладно. Ну, ладно. Заскручивались, будем считать. Да. Нет, тут видно однозначно технический сбой какой-то. Потому что лента, конечно, должна была идти стремительно. Вот прямо на головине мы и остановились. Посмотрите. Да, да. Прямо такое, как бы. А можно эту надпись как-то убрать, нет? Нет, я могу просто... Вот я сейчас ленту листаю. У вас она тоже пролисталась, нет? А, листалась. А, ну вот видите, вы видите то, что вижу я. Как пережить развод, батюшка? Это вам вопрос. Как пережить развод? Разводы... Через 7 лет попустят. Может быть, через 8. Ну, раньше вряд ли. Вот. А пережить просто, поменьше об этом думать. Вот. И как бы оставить, оставить эти мысли где-то вдалеке. Как пережить смерть любимого родного человека. Я тоже потеряла брата 4 года назад. Это тяжело. Ну, больше мне... Тяжелее мне было даже на маму смотреть, чем саму. А что с братом? А что с братом случилось? Разбился на машине. Разбился на машине. А сколько лет? Ну, было ему 43. Да. Где-то в Москве, нет? На трассе? Нет, там в Липовке. А, вот прямо в этом селе прямо? Ну, да. Ну, по трассе он ехал. Прямо возле Липовки. Как там сейчас духовная жизнь в Липовке? Там священство есть какое-то? Нет? Служит? Вот что там вообще? Уже храм, понимаю, восстановлен? Давно уже богослужение начали? Там очень мало народу, собственно. Там нужен какой-то такой батюшка, как отец Артемий, чтобы все села и города туда съезжались. А так тяжело, конечно. Я не знаю, может, есть какие-то частные компании, которые клонируют? Может, клонируют батюшку и как бы тык-тык-тык-тык-тык по всем центральным приходам. Давайте попробуем, я не против. Да, мне кажется, были бы очень многие не против своих любимых батюшек клонировать. И так, чтобы один служил, второй исповедовал, а в третьем чай пить. Ну, чтобы один и тот же. Ткачок служил, да? Владимир Рапустовин. О, да, да. У него пробовать говорил, да? Да, 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 да. Отец Рафилка Карелин, да, такой, знаете, с одной стороны, добрый полицейский. Да, 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 да. С другой стороны, добрый полицейский. Да, ну, батюшка, конечно, батюшка. Да, да. Эх, мечты, мечты. Так, а что там сейчас? А вот как пережить с некоторого человека все-таки? Как пережить? Ну, а как вы пережили? Знаете, вот человеку глубже емкость скажет, который пережил это. Вот у меня как-то не складывалось, понимаешь, что все впереди, вот, а вы как пережили? Вот мать, брат. Ну, молились, конечно, молились. И время все-таки как-то, время чуть-чуть, чуть-чуть все-таки время лечит. Уже не так часто вспоминать начинаешь. Сколько? Четыре года, да, вы сказали? 31 марта будет четыре года, да. Я тоже, я же книгу написала автобиографическую. Ага. А в адресе больше нет, да. Ну, такая получилась интересная. Отец Артемий написал предисловие, назвав его остросюжетной и исповедальной. Там и про бачку очень много написано. И вот как раз про брата я тоже пишу, про смерть, как все это случилось, как мама. Ну, много там всего и смешного, и грустного, и откровенного. Так что... Кому интересно, у меня на сайте можно сделать заказ. Угу, хорошо. Или можно в Озоне, в Озон можно набрать Озон и там выписать. Сбой был. Ага. Да, да, это у меня технически. А вот этот крестик, крестик, это, если я на него нажму, я исчезну? Или я исчезну? Я думаю, вы исчезнете, да. Не из мира бытия, а из мира. Мистики тут немного. Так, 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 так. Эх. А что вы... Да, у нас вопросы остановились. Да, да. А вот вы же предполагали, вы знаете, какой самый частый вопрос вам задают. Вот что... Что людям интересно? Вот о вас узнать. На концертах. На концертах мы не успеваем ничего. Вопросы не успеваем задавать. У нас нет формы беседы. Ага. Записки в основном с просьбой что-то исполнить. Ага, вот так. Да. Но сейчас, когда у меня вышла книжка, я еще вставляю какие-то фрагменты из книги. Продолжаем. Отлично. Продолжаем разговор, как говорил классик. Прошло и полгода. У нас не было так долго. Мы тут читали несколько важных молитв. И вот только после прочтения молитв эфир восстановился. И я вижу, вы уже... У вас следующих вопросов тоже появляется, да? Да. Вот про Дивеев... Первый вопрос. Кем стал ваш сын? Погодите, не так чистите. Не так чистите. Значит, про Дивеев я хочу сказать, что я когда-то несколько раз там бывала. Но сейчас, ввиду того, что у меня столько поездок с концертами, я тоже с Украины, вот, так много концертов и везде приходится ездить, что когда я приезжаю домой, мне не хочется никуда уже больше ехать. Вот, поэтому я сейчас не езжу ни в какие паломнические поездки, наездилась уже. Вот. Как я пришла к Богу, вот как раз тоже на канале Спас вчера рассказывала. Посмотрите, наберите Спас Копылова, и там уже выложили наш вчерашний эфир. Вот, и там еще был вопрос про сына. Кем стал мой сын? Да. Мой сын, значит, он отслужил в армии, окончил ГИТИС, продюсерский факультет, и сейчас работает в кино, вот уже вторую картину, администратором, помощником исполнительного продюсера. Надеюсь, что когда-нибудь и до продюсера дорастет. Конечно, почему нет, будем в этом молиться. Картина художественная, документальная? Я художественная отработал 12-серийный сериал, и сейчас тоже вот выступать в Туле, если да, то когда. Тула, 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 пока, по-моему, у нас не в плане. Если я что-то путаю, то Алена поправит. Она знает расписание лучше меня. Просит рассказать о написании песни «Два ангела». Банально, совершенно. Очень я рада, что в Нижний Новгород вы придете. Я вообще сова. Поздно ложусь, а и жаворонок одновременно. Поздно ложусь и рано встаю. Нет, я сейчас в Москве. На своей квартире на московских сокольниках. «Два ангела» я просто прочитала в прозе эту плечу в интернете и положила на стихи на музыку. Все очень просто. Один из первых вопросов был, где вы черпаете вдохновение и когда оно чаще всего приходит. Или вы просто приходите туда, где оно есть? Какой механизм? Приходит, может застать хоть где. Мне очень понравились стихи Ольги Киевской. И была написана песня «Волода матери» совместная. Моя музыка и стихи. Так вот, когда мне приходила музыка на эти стихи, мне нужно было срочно ехать в аэропорт. Но я понимала, что если сейчас ее не запишу, то она может, мелодия выветрится. И вот я ее в гитару записывал на диктофон, а муж ходил и говорит «Опоздаем, быстрее давай!» В общем, все равно я записала потому что хоть где может застать, хоть даже вот уже на пороге дома. А бывает, а вот сейчас у меня период, когда у меня ничего не пишется. И как мне призвать... А самый долгий период, когда ничего не пишется, какой был? Ну, фу-фу, не знаю, но не знаю. Но может полгода. Но у меня видите, как... А вот каково оно, когда вот ум хочет писать, а сердце вот не пишет? А так не бывает. Как оно у тебя переживает? Оно вместе соединяется, и да. Но у меня книга же еще была написана. То есть я как-то переключилась на книгу и не писала песен. Иногда надо притчи писать, потому что, допустим, я планирую, что у меня притчи скоро должны выйти, ну, альбом. А мне раз какая-то песня совершенно другая просится. Ну, откуда деваться приходится. Новый альбом. Ну, друзья мои, смотря что вы называете новым альбомом. Новый альбом мы представляли осенью 2017 года. Еще год не прошло, полгода только новому альбому. Это лирические песни. и если вы имеете ввиду еще новый 18-й, то еще пока не готов. И не знаю, когда я его выпущу. Я уже всех избаловала и все привыкли к той мысли, что осенью новый альбом. Осенью новый альбом. Я как многостаночница. Нига, альбом. Ну, то есть альбом все равно осенью. Но я думаю, может все-таки сделать паузу, скушать тикс. Не исключено. Вы какую палочку любите? Правую или левую? Две одновременно. Сразу хруй. Две. Воронеж у нас планирован на осень, на октябрь. Число, если не ошибаюсь, не помню. Ну, начало. Это то ли восьмого, то ли десятого, может быть. Где-то так. Воронеж уже запланирован. Да, вот вопрос. Когда вы напрягаетесь, как вы расслабляетесь? Или вы отдыхаете в творчестве? Или у вас в муке творчество бывают? Что у вас в творчестве? Радость, муки или одно и то же, одновременно одно и другое? Они как-то радостные, муки. То есть даже тоже рифм подбирать, это интерес большой. Крутишь строчку и так, и эдак, и вообще вот так, и все равно раз, и получится. пост я соблюдаю, да. Но завтра... А как долго пишется одна песня? Пишется? По времени сочиняется? Да, как долго вы сочиняете? Сочиняется? Да, да, да. По-разному. Вот песня коллега у меня буквально за час родилась. В Москве будет концерт после Пасхи на следующее воскресенье 15 апреля. Не только когда грустно приходят стихи. Когда грустно приходят грустные стихи, когда хорошее настроение приходят радостные стихи. Что-то я еще какой-то вопрос упустила. У вас очень хотим приехать в Казань и никак у нас не получается. На концертах все рыдают. Но если рыдают, значит сердце живое и я к этому отношусь хорошо. Хуже, когда каменное сердце, которое не прошедешь. Правда же? А бывает так, что концерт прошел и вы чувствуете, что зал никак не откликнулся? Нет. Или большинство людей? Нет, не бывает. Все-таки живы. И за рубежом тоже все живы. Не бывает такого. Не бывает такого. Бывают случайные люди, там один, два, три, которые могут уйти. Ну, песни послушать, но не их это. Такое бывает. Ну да. Но так, чтобы не тронуло, И вот завтра я лечу на неделю в колонии. Екатеринбург. Запланировано десять колоний, по две колонии в день. Ничего себе. И там, и даже там, и даже там сердца раскрываются, наполняются чем-то иным, непривычным, может быть, для них. Женские, мужские? В основном мужские. Завтра вот летим сейчас мужские пока. Может быть, одна будет женская. А кто был инициатором таких замечательных поездок? Это епархия? Это епархия, да, это спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии, и там есть спонсор такой, который оплачивает всю эту поездку, билеты, проживание, питание. Да, и что касается поста, да, и что касается поста, конечно, в таких поездках, как, допустим, в колонии, где мы вообще живем в непонятных гостиницах, где выбирать вообще не приходится никакого блюда, то, ну, я мясо только не ем, но могу какой-нибудь творог себе позволить, какую-нибудь рыбу. Ну, вот как в путесущее, в путесущее можно послабление. Знаете, когда монах ходит вокруг своей кельи, грызет куриную ногу и приговаривает, монах в пути, монах в пути. Лайфхак от Светланы Копыловой. Да, отлично, хорошо. Будет ли вы еще в Беларуси? Нет, скорее всего, не будет пачки Артеми на моем концерте, хотя у нас бывают с ним совместные выступления, их было, по-моему, три в Москве, а может быть и четыре, или три, или четыре, не помню сейчас. Вот, и тоже интересно получается довольно-таки, он рассказывает, я исполняю. А в Беларусь вы еще собираетесь? Мы недавно были, мы осенью были, этой осенью. Ну, видите, не хватает. Тюмень, да, мы пропустили в этом году Тюмень, но надеюсь, что или осенью, или, скорее всего, осенью. Вот в Тулу спрашиваю, в третий раз спрашиваю про Тула, я не знаю, что сказать, потому что Тула, вот Алена, наверное, мне подскажет, по-моему, Тула весной. Это мне надо лезть в свой календарь, а если я полезу в календарь, тогда я пропаду, наверное, с экрана. Да, да, да. С детства я не пишу, я начала писать, наверное, в таком возрасте, от осенью Тула подсказывает, в отроческом, наверное, таком возрасте, когда влюбилась. Да. В мужа? Нет, я в технику не училась, я в мальчика влюбилась, мне было лет 15. Это нормально. Да. Это хорошо. Так, 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 так. Вот. А вы интроверт или экстраверт? Был такой вопрос, как по-другому задан. Я же до другого места. Или вообще это как бы новомодные термины, которые вас не касаются? Я, честно говоря, люблю вообще по-русски разговаривать. Вы любите одиночество или любите общество? Одиночество. Я живу в лесу. Если можно так сказать, я живу, потому что мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Я ночую в поездах, в гостиницах в основном. Потом мама в одном месте, сын в другом, муж в третьем, и я между всеми разрываюсь. Но все-таки считаю, что мой дом все-таки там, где муж, а муж в лесу. Муж не ревнует? Нет, не ревнует. Совсем? Молодец. Ну нет, может быть, в глубине души, но, по крайней мере, он не показывает. Это он мудрый. Молодец. А чем он занимается, когда жены дома нет? Ну, сейчас он уже на пенсии. Он у меня чернобылец. У него очень много работы по дому, потому что содержать дом это тоже непростое дело. Вот. И он хозяйственный очень. Очень любит готовить. И в последнее время он очень любит всякие делать закатки, сок натуральный, яблочный, квас из бирюзового сока, моченые яблоки, огурчики выращивает из самых соли в бочке. Ну, в общем, он очень любит заниматься вот такой вот работой. Мечта любой женщины. А почему мне должно быть стыдно здесь сидеть? Не пойму. Так, нет, это вы не обращайте внимания у нас. Да, у нас популярный аккаунт, здесь много троллей, и они любят попортить кому-то настроение. Познакомились с мужем мы, это долго рассказывать, и я очень подробно рассказала в своей книге, такого адреса больше нет, которую вы можете прочитать, выписав ее через Озон, или заказав у меня на сайте. Или же, придя на концерт, можно будет ее приобрести. Вот, и про мужа, кстати, тоже я отрывочек читаю на концертах. Спою ли я? Наверное, не спою. Да, мы как-то в планы не входили. Да, у меня гитара где-то далеко-далеко, зачехленная, подготовленная к завтрашнему рейсу, и как-то даже каподастер в другом месте лежит, и чтобы мне сейчас все это найти, мне надо минут, наверное, 10. Ой, ты ж, вам во сколько вставать завтра? Не рано. Рано? Нет. У нас 4,25 самолет. Молиться, чтобы Господь послал такого мужа вам, благочестивого. Да, молитесь, да, молитесь. Но этих женщин больше, чем мужчин. Проблема-то в чем? Потому что на 10 девчонок приходится 9. И 10 ребят. Ну, и сейчас не 10, сейчас, наверное, на одну женщину, наверное, 5 мужиков, да? И то инфантильных, и слабосильных. Да, так что мне очень повезло, действительно. Да, прямо так, хорошим, хорошо. Он всегда был таким хорошим, или только в последние годы? Он всегда был очень добрым, очень хорошим, но когда мы купили этот дом, вернее, даже не дом, а участок, и... Ой, вы что, сами сгнули? Я стала там цветочки сажать, а он мне... А он сельский парень, и он мне сразу сказал, учти, Копылова, я лопату в руки не возьму. О, прямо как я своей матушке? Да. И что? Ну-ка, расскажи, чем это закончилось? И дальше, и я копала, надрывала свою спину, и говорила, «Ну, пожалуйста, ну, помоги, я хочу посадить лень в мире». Я тебе говорила, что я вам кто-то не возьму в руки. И, в общем, прошло всего лишь 25 лет. Так, надо запомнить эту цифру. Слышите, пользователи, дорогие, 25 лет, четверть века, и что произошло? И мой муж делал чудесные грядки, завез туда сын, и хороший, Копылова девичья фамилия, да? Вот. Купил эту самую, как она называется? Не обращайте внимания. Ну, где, где, где выращивают огурчики-то? Как называется это? Теплицу. 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 Теплицу купил. Да, вот. Очень любит ездить на рыбалку вместе с моим сыном. И каждый год они ездят на рыбалку туда, под Астрахань, привозят всякой хорошей рыбы, мы ее морозим и едим почти весь год. Ничего себе вот так немало. И очень любят за грибами еще. Это уже... Слушай, ну прямо какая романтическая жизнь. В прошлом году не было. Постоящая. В прошлом году у нас, по крайней мере, в Сергиево-Пасадском районе. А вы ходите с грибами? И мы позапрошлогодние белые грибы. Ух, ух. Прямо так обзавидоваться можно. И сами ходите по грибам. Может, я зря это говорю? Сейчас, правда, начнут завидовать. Знаете, зависть бывает двух видов. Одна зависть, когда... Ну, то, чтобы у тебя все грибы там пропали. А другая зависть... О, слушайте, я в следующем году тоже пойду грибов наберу. Вот. Поэтому надеюсь, что у наших подписчиков будет зависть второго порядка, который мотивирует их к действию. А Архимандр Александр Карелин говорит, что зависть... Значит... Сейчас, дай Бог памяти. В общем, у меня все плохо, когда у него хорошо. Я грущу, когда у кого-то хорошо. И радуюсь, когда у кого-то плохо. Да, да. Замечательный афоризм от царь Рафаила. Запишите на золотые буквы на скрижалях своих сердец, дорогие подписчики. Я очень рада. Белая зависть. Так, да, да, да. Так что, дорогие подписчики... И вы сами, сами вы грибы собираете, да? Очень люблю. А рыбу ловите? Ну, люблю. Ловите. Ну, самый главный вопрос. Покажите самую большую рыбу, которую вы словили. Нет, небольшую. Ну, вот каких-нибудь таких вот. Как мне попасть в это? Ну, как-нибудь. Не, небольшие. Какие-нибудь карасики. Карасики. Ну, карасики тоже хорошо. Только чистить потом тяжело. И долго-долго жарить. Ясно, ясно. Так, ну что, дорогие подписчики, что у вас еще тут? Какие вопросы? В Мичуринск вы собираетесь ехать? А были недавно ведь. Осенью были. Вот так. Да? Где же вы были? Или вы были? Были. Да, наша Амазонка. Амазонка была явно не в Мичуринске в тот момент. Из какого я города? Да. Сейчас я в Москве, а родилась я в Иркутске. Как не обижаться. Очень здорово отец Артемий Владимиров сказал. Наберите в Ютубе Артемий Владимиров обида. Послушайте, вся обида уйдет. Серьезно. Миша сейчас не аккомпанирует, но он не аккомпанирует замечательный гитарист Дмитрий Колтаков. Я каждый раз удивляюсь, что мне Господь дает гитаристов, деланных берет, хороших, прекрасных. Если даже не сказать, то лучше и лучше. Вот. Миша в полгода со мной проработал. У нас великолепные с ним отношения. Но он очень хочет именно вот свое творчество. Не мне подыгрывать. А он прекрасный композитор. У него очень красивые мелодии. И пусть у него немного народу на концертах, но они пришли на него. Да. Я тоже очень люблю Мишку. Он очень прекрасный человек. Как я отношусь к Кураеву? Ну, как к человеку, который не боится говорить какие-то вещи. Я в чем-то уважаю его. И он, безусловно, умный и харизматичный человек. Я собираюсь в Узбекистан, собираюсь и очень хочу. Но мы ждем подтверждения. Мы ждем конкретики сейчас, потому что отправлены. Я не училась вокалу, друзья мои. Я не знаю нот. И как же вы, без нот-то? А я на диктофончик записываю. И потом подбираю. А мелодии кто придумывает? А подбираю послушаю. А кто мелодии придумывает? Ну, с божьей помощью. Мелодии кто придумывает? С божьей помощью. У меня только четыре песни не на моей мелодии. Ага. Остальные 220. Ну, вы даете. С божьей помощью. А вот батюшку о чем спросили? Простите, я батюшку спросила. Я, наверное, на ваш какой-то вопрос ответил. А, я так понял, про Кураева. А вам спрашивают, наверное, в Узбекистанской партии? Или в Савану? Нет, она спрашивала про отца Андрея Кураева. Ну, мне кажется, сейчас немножко другая тема у нас. Пишите мне в личку про отца Андрея Кураева. Все, напишу, что я о нем думаю. И мне напишите. О нем, я думаю, все хорошо. Его творчество как бы совсем другая тема. И мне напишите. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Все-таки вопрос. Люди заинтересовались. А как же вы без нас живете-то? Поделитесь секретом. Так можно писать. Они не нужны. Если бы не было диктофонов, то, конечно, для меня была бы катастрофа. Но я бы тогда, наверное, напрягала свою память. Потому что иной раз сочинишь мелодию, если ты ее не запишешь, она у тебя увекучивается. Иногда правда возвращается. Если ты долго ее мусолишь в уме, она может потом вернуться. Ну, что же спеть-то? А бывает, что сначала приходит мелодия, а потом ты ходишь под эту мелодию какую-нибудь текст написать. Бывает. Текст написать. Вот это не лист у меня так родилась песня. Причем сначала родилась вторая часть куплета. И я вот... Вот вы и спели. Да. И я вот пыталась уложить какие-то слова вот именно в этот отрезок. В Старом Аскуле мы планируем быть в октябре. Я желаю песню эту... Ну, куплетик могу, так как определено, да? Я желаю всем на свете, чтобы живы были дети, чтобы в каждом сердце милость поселилась, чтобы мир был в каждом доме, чтоб добро всегда нам помнить, и любовь, чтоб в наших жилах не остыла. Ну, вот так примерно. Ура! Ура! Да, а я попрошу Алену, он спрашивает в Рязани когда, в Рязани весной, но я не помню точно, какие числа, и прошу Алену, чтобы она отвечала на эти вопросы. Какие города у нас когда? Да, Обнинск. Ну, мы не можем, к сожалению, охватить за один год все города. Поэтому... Ставрополь осенью, Урлень, да, 5 апреля. А что же вы не видите афиши в Рязани, друзья мои? Сообщайте, если не видите, мы будем что-то делать тогда. Угу, угу. Ну, что, дорогие друзья? Нет, муж поет, нет, муж поет, у него хороший слух, а у него вообще такой слух потрясающий. Он может узнать, не глядя, кто разговаривает. Потому что у меня вроде слух есть, но я не могу, допустим, артиста узнать. Угу. А он безошибочно. Это такой-то артист? Я говорю, да. Я даже иногда по песне не могу узнать. Вот такой вот слух у него. Угу. Эфир сохраним, не переживайте. Ну что, вопросы, в принципе, уже кончились, наверное. Мы с вами тут уже сколько, да, полтора часа с вами? Прямо рекорд поставили. Вот мы еще ни одного гостя так долго не мучили. Еще с перерывом. Да. Что, есть еще у нас вопросы? Вопросы? Давайте считай до 10. Так, давайте. Так, эфир сохраним, не переживайте. Как не обижаться, посмотрите в ютубе отец Артемий Владимиров, обида. Наберите, послушайте. Он очень хорошо говорит. А как сохранить семью, но быть мудрее, наверное, прощать. Не стараться доказать свою правоту, а стараться, может быть, понять человека, почему он вот именно так говорит. А то мы же всегда по-своему хотим, чтобы было. Надо уступать. Понять и простить. Да. Как говорил классик. Да. Ну что, дорогие подписчики, с вами была Светлана Копылова, отец Владислава Берегова. Кушать, масло. Лучший эфир в 15-летие. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Батюшка, благодарю вас за прекрасные вопросы и за такой мероприятий. Спасибо вам. Я вот счастлив был с вами пообщаться. Эфир, я думаю, будет сохранен. О, давайте, давайте, смотрим. Так, смотрим, смотрим, что тут у нас. Ну, знаете, чисто религиозные вопросы оставьте для меня. Так, да, тут какие-то совсем уже не те вопросы. Я верю в Россию. Я верю в Россию. Мне кажется, что сейчас вот Россия начинает расцветать, начинает расправлять Крым. Ну, да, в таких тяжелых геополитических рамках. Хачка, ответьте, пожалуйста, про соборование тогда. Это вам. Соборование. Про зачатие во время поста. Ну, что вам сказать. В пост приполагается воздержание от интимной жизни. Вот, поэтому лучше не планировать это делание на эти дни. Ну, уж если так получилось, то ладно. Вот, кем не бывает, так, что тут за соборование. Так, если исповедовались и причастились, да, можете спокойно собороваться в воскресенье. Про рис вам все правильно ответили. Можете спокойно его приготовить, сделать сушу накрутить или просто сделать рисовую кашу. Вот, ну, все просто и несложно. Спасибо вас, Господи, дорогая Светлана. Спасибо. Мы желаем вам всяческих успехов, Божьей помощи, непрестанной вашим нелегком делам. Или вдохновение, вот, черпайте, да, как говорил Винни-Пух, да, вот, вдохновение. Вот, надо искать, где оно, где оно находится, да, и приходи туда, где оно есть. А я прошу ваших помощь. Такое замечательное. Всегда воспоминаем, любим, ценим, слушаем и всем советуем. Храни вас. Кожа вам помощи. Мужу нижайший поклон. До свидания. Мы вам тоже по-хорошему завидуем. Благо.